Ваш бизнес начался с вашей ипотеки. Да, вы поняли, что здесь есть деньги. Что нужно знать начинающему флипперу? Если вы хотите зарабатывать деньги на недвижимости, очень важно выбрать правильную локацию. Вообще наше государство делает очень выгодные условия. Просто люди сами не ищут путь. Надо временно отказаться от своего комфорта, чтобы достичь цели. В обороте у нас 10-20 квартир в наличии. У нас в Казахстане не любят старое жилье. Мы все хотим жить в новой квартире. Вы даже не знали, наверное, что вы занимаетесь флиппингом. Да, мы даже не знали. Это черная работа, которую не каждый умеет делать. Айзат, флиппинг во всем мире – это покупка старого неликвидного жилья. И его там красиво делают ремонт, восстанавливают. Да. Делают красивую картинку, красивую квартиру и перепродают. Да. У нас, в нашем случае, вы покупаете в черновом варианте квартиры. Да. У нас в Казахстане не любят старое жилье. Мы все хотим жить в новой квартире, с новой энергетикой. Поэтому мы берем черновую квартиру. Айзат Ергали – эксперт по недвижимости. С 2017 года занимается флиппингом. Покупает квартиры в черновой отделке под ремонт и продает в течение двух месяцев. В готовом доме, но черновую квартиру, где без ремонта. Делаем быстрый ремонт, упаковываем полностью, мебелируем и продаем. А на каком этапе вы покупаете? На этапе строительства или уже когда готовый дом? Нет, многие думают, что на это строительство выгодно. На самом деле это не так. В Астане выгодно, когда дом вот-вот сдается и выходят горячие варианты. Нужно ловить горячие варианты. Возможно, вы купите по такой же цене, как было в прошлом году. В этой квартире сколько квадратов? Здесь 130 квадратных метров. Четырехкомнатная полноценная квартира. Вы ее когда купили? Мы купили перед сдачей буквально месяц назад. И за какой период сделали ремонт? За полтора месяца сделали ремонт. Полностью упаковали. Вы покупаете квартиру, быстренько делаете ремонт. И флиппинг это быстрая перепродажа. Вот у вас по времени, вот скорость сделки какая? Сколько по времени? Общая сложность где-то примерно 3 месяца уходит. 2 месяца, если возьмем на ремонт, 1 месяц плюс-минус на продажу. И в течение 3 месяцев перепродаем и зарабатываем на этом деньги. За 7 лет, 7 лет, друзья мои, сколько вы квартир вот так вот купили-продали, купили-продали? Точные цифры уже не помню, потому что когда количества много, ты уже сбиваешься. Больше 300 это точно. Айзат, ваш бизнес начался с вашей ипотеки. Да. То есть вы купили квартиру, ипотеку? Да, получается, когда я вышла замуж, как у всех молодоженов, был вопрос, где жить. Мы сначала снимали квартиры, конечно, потом родители мужа через некоторое время поняли, что так нельзя сидеть в аренде. И они сказали, что мы дадим вам 5 миллионов тенге, делайте, что хотите. Соответственно, 5 миллионов тенге невозможно было купить сразу, да, квартиры, одну комнату. Мы взяли в ипотеку, взяли в ипотеку квартиру, и год живем, ни о чем не думаем, ребенок рождается. И в один момент подумали, давайте посчитаем, сколько мы вообще за один год платили около 1 миллион 200 тенге. Давайте посчитаем, сколько у нас долг остался. Идем, перерасчет делаем в банки, и говорят, что мы закрыли только 200 тысяч тенге, основную сумму нашего кредита, а кредит был на 15 лет, то есть ипотека, да. И поняли, что мы миллион тенге просто отдали процентой. И сразу выставили на продажу, сделали где-то быстро, причем быстро продалась, за неделю квартира продалась, и сделали где-то 3,5 миллиона тенге чистыми от вложенных денег. Закрыли в ипотеку. То есть здесь вопрос, можно ли закрыть? Многие думают, что если квартира в ипотеке, нельзя его продать. Можно его продать. В таком же, в залоговом виде можно перепродать эту квартиру. Потом просто эта ипотека переписывается на другого человека. Да, да, залог тот же остается, просто человек меняется. Вот мы закрыли, тогда первая наша сделка была, да, мы поняли, что здесь есть деньги. Но у нас не было мысли, что этот будет большой бизнес, да, он превратится в большой бизнес. Что это флиппинг. Да, что это вообще флиппинг. Мы хотели просто выйти с ипотеки и наконец-то приобрести себе квартиру без ипотеки. За наличный расчет, хоть это однокомнатная квартира. И вот так вот делали каждый раз, два раза, три раза. В течение года вы сколько раз переезжали? Минимум 10-15 раз. Это минимум. То есть это каждый месяц? Да, наши родственники, друзья говорили всегда, что почему вы переезжаете? Почему не можно же сидеть? Не надоело ли вам, да? Да. А мы-то, мы говорим, ну мы же не просто так, нам это не нравится тоже, извините, но мы делаем ради своего комфорта. Пока молодые. У меня ребенок 40 дней всего только родился, либо я уже вот-вот собираюсь. Мы всегда переезжали. Кто нам сдает в аренду, они всегда так смотрели, меня жалели немного, да? Но у нас была цель, и когда у тебя есть цель, ты не смотришь, что у тебя есть там ребенок, помеха, ой, я беременная, я вообще в декрете. То есть такого не было. Мы всегда работали днем. Вы первую свою ипотеку за какой период времени закрыли? За полтора года мы полностью закрыли ипотеку. То есть вот так вот продавая квартиры, перепродавая? Да, чистую прибыль, просто мы не тратили другое место, да? Мы, скажем так, обратно вложились в квартиру, в себестоимость. Муж, получается, днем на работе. Соответственно, мы не нанимали работника, мы сами делали ремонт своими руками. То есть до шести на работе, после шести приходим на объект, я что-то клею, обои клей, муж работает, черную работу. И работали на объекте до пяти-шести утра. Многие казахстанцы годами готовятся к покупке квартиры, да? Вы начинали с ипотеки, а затем, окей, квартиру купил, сделать ремонт, это всегда тоже такой большой стресс. Вы выбрали эту сферу для себя как профессию, да? То есть вы покупаете, делаете ремонт, продаете. И вот так вот у вас в обороте сколько квартир обычно? В обороте у нас всегда в наличии 10-20 квартир в наличии. Те квартиры, которые уже закончены, готовы к показу, а в целом 40 квартир где-то в обороте. Где-то делается ремонт, где-то мы вложились, ждем там буквально пару недель, и вот так вот работаем. Что-то продается, здесь делается ремонт, и работа идет. Помогает мой муж. То есть он ваш партнер? Да, это наш семейный бизнес, если бы не он, я бы, наверное, не сидела с вами здесь. Расскажите про юридические нюансы, да, вот насколько это сложно, потому что вы покупаете квартиру, получается, на свое имя, да? Да. Там же нужно платить налог. Да, обязательно. Вы покупаете, платите налог, делаете ремонт, продаете. Да. И снова платите налог. Снова платим, это обязательно порядок. Если вы хотите заниматься бизнесом, в любом бизнесе нужно платить налог. Тем более в недвижимости мы платим 10% налога от стоимости. Многие боятся от налога. Почему боятся? Вы хотите зарабатывать деньги и платите любить налоги. Иначе никак. Вот получается, могу я объяснить, что такое, например, многие не знают. Да, давайте. Для кого-то это может показать, что это очень много налог, да, все боятся от этого. На самом деле вы, например, купили квартиру за 15 миллионов в тенге, продали его за 25 миллионов в тенге, да, и от суммы разницы вы платите 10%. У вас сумма 10 миллионов в тенге. Да, разница. Если, например, купили 15, продали за 25. Разница у нас 10 миллионов. 10 миллионов. От этой разницы минус 10% это 1 миллион в тенге всего лишь. Это не так много. Зато ты тихо спишь, спокойно работаешь и платишь налоги. Но это все не сложно, то есть вы все время оформляете все на себя, на мужа, да? Это не сложно, ты же не каждый раз платишь. Ты можешь в течение месяца сколько продал, либо в течение полугода, ты все можешь собрать и платить одним разом. Знаете, люди продают, я не знаю, там огурцы, помидоры, пирожки. Для вас ваш товар это квартиры, да? Да. Как выбрать ликвидную квартиру? Вот мы сейчас находимся на левом берегу. Вам понравился вид? Да, классный вид. Здесь вот рядом, это же центр материнства и детства, да? Да, здесь есть все. Здесь мечеть, Керуен рядом, Ханшатыр рядом. Как купить ликвидную квартиру, чтобы потом ее в течение месяца продать? Да, на рынке очень много, скажем так, вкусных вариантов, которые вот цена вроде бы вкусная, но при этом он находится где-то за городом, да? Где-то далеко, там еще инфраструктура еще не развита. Если вы хотите зарабатывать деньги на недвижимости, очень важно выбрать правильную локацию. То есть где дом находится, рядом обязательно должна быть школа. У вас, например, дети ходят в школу, вы же не хотите час ехать до школы, час обратно, да? Поэтому нужно брать где торговый центр, где больницы, поликлиники. То есть инфраструктура должна быть в первую очередь хорошей. Тогда в вашей квартире, если даже ремонт не важнякский, в вашей квартире уйдет. Вероятность, что он быстрее уйдет. То есть локация? Локация в первую очередь, да. Второе? Второе, это, конечно же, на ремонте тоже слишком нельзя экономить. Но если ваш дом бизнес-класса, у вас должен быть соответствующий ремонт бизнес-класса. Вот вы на эту квартиру сколько потратили денег? Около 15 миллионов тенге. Я смотрю, вы тут и гипс использовали, да? Да, молдинги, гипс. И зеркало вставили. То есть вы уже такой эксперт по ремонтам, да? Да, ну такой стиль любят наши казахи. Мы казахи любим нарядность, золото. Да, значит, для гостей должна быть большая гостевая комната. Обязательно. Стол жёгкомежерди. Вот, мы объясняем клиентам, так, если вы хотите там сделать здесь, куда Аллах встречает гостей, вы можете вот так постелить, вот так пообразно. Ну, то есть мы показываем, визуализируем заранее, да, при продаже. И наши клиенты это ценят и любят. И, в принципе, жить в такой квартире, в центре столицы, это мечта каждого человека. Я думаю, что в Казахстане первый вопрос – это жилищный вопрос. Конечно, не только в Казахстане, мне кажется, везде. Да, то есть человек, если даже, он машину может не купить, но он в первую очередь себе сделает крышу. Если говорить о ликвидности, первое, вы говорите, локация, второе – это ремонт, и третье? Третье – это, конечно же, подача. Например, как ты продаёшь, как ты предподносишь свой товар, в каких платформах ты продаёшь. Если у тебя есть личный бренд, конечно, тебе намного легче продавать, потому что у тебя есть узнаваемость, у тебя есть сарафаны и радио, клиенты, да. Также вы пошли в магазин, если вам продавец неправильно обслуживает, если вам даже нравится платье, вы же не купите это платье. Да, бывало такое. Вот, поэтому подача тоже очень важная. А мы личному бренду, я училась, конечно, у вас. Спасибо. Да, когда-то, когда вы только начинали. Спасибо, благодарю. Давайте вернёмся к вашему бизнесу. Сколько у вас строительных бригад? У нас работает около 55 человек в штате. Бригады, мастера. То есть они в штате, они никуда не уходят, даже если там простой какой-то, квартир нет, то есть они всё равно всегда в нашей команде. Да, потому что мы платим хорошую заработную плату, стабильную работу. У них нет такого, чтобы там неделю отдыхают, один день работа есть, второй день нету объекта. У нас всегда есть объект, всегда есть работа, поэтому люди ценят нас за стабильность. И параллельно сразу там, условно, в 20 квартирах идёт ремонт, да? То есть электрик на этой квартире сделал своё дело, там за два дня пошёл на второй объект. Мы даём адреса, они идут, открывают, делают работу. То же самое сантехник, да? То же самое, то есть по очерёдности идут. Айзат, я думаю, что многие, кто сейчас смотрит наше интервью, подумают, почему я тоже не могу стать флиппером, да? То есть если у каждого из нас есть квартира, в которой мы живём, что она просто как, знаете, пассивный доход? Да. Можно же из пассива перейти в актив? То есть ты можешь прямо сейчас красиво пофотографировать, сделать такой хомстейджинг, да? И выставить квартиру на крыше? Знаете, очень многие люди, вот из знакомых мы когда при общении, понимаем, что очень многие люди сдают свои квартиры, и они думают, что это выгодно. Я понимаю, вы в свои... Я не говорю, что не призываю всех заниматься этим бизнесом, да? Но я говорю, нужно правильно инвестировать свои деньги, чтобы эти деньги делали деньги без вашего присутствия, да? Есть несколько видов заработка в недвижимости. Кто-то в черновом только перепродаёт, зарабатывает деньги. Там минимум присутствия, да? То есть ты идёшь всего два раза в нотариус. Когда ты покупаешь, когда ты продаёшь, всё. Можно на этом тоже зарабатывать деньги пассивно, не так агрессивно, как мы. Мы... Есть также люди, которые вложат деньги, сдают в аренду и на расслабоне ходят, да? Думают, что зарабатывают. На самом деле, эти же деньги, которые ты взял от арендодаторов, ты эти же деньги обратно вкладываешься в ремонт, потому что ремонт уже ушатался за два года. Третий вариант – это как мы. То есть мы делаем ремонт, зарабатываем быстро. Например, объясню вам в цифрах. Вы же любите цифры? Да. Например, на стадии строительства вы купили квартиру на 20 миллионов тенге. Давайте однокомнатную квартиру возьмём, которая всем понятна, да? Однокомнатная квартира на стадии строительства стоит 15 миллионов тенге на левом берегу. Это вот на старте самый минимум. Через год он продаёт эту квартиру, сверху добавил 2,5 миллиона тенге. Больше не добавишь. 17 500 продаёт. Я иду покупаю. Окей, спасибо. Он доволен, тот, который год держал квартиру, он доволен, что заработал 2,5 миллиона тенге. Я довольна, что я купила в готовом доме, который вот-вот сейчас с ключами, да? Иду быстро, делаю ремонт, перепродаю, и за 2-3 месяца я зарабатываю 3 миллиона минимум. То есть понимаете, да? Этот человек ничего не делает, за один год зарабатывает 2 миллиона тенге, там, 2,5. Я зарабатываю это в год, получается, я могу 4 раза так делать, как минимум. И сколько зарабатываю? 12-15 миллионов делаю. Что вы выберите? Ну и, конечно, я выберу сложный путь делать ремонт, но зарабатывать больше. Но очень рентабельный. Но зарабатывать больше, да. Вот, видите? А многие думают, что нет, там не выгодно, на самом деле там очень выгодно. Когда мы начинали, мы это не понимали. Не было такого человека, который, вот, иди сюда, я тебе научу, как правильно делать. Я знаю путь. А мы, вот, мы вот этот путь не знали же, мы через проб и ошибку вот так, вот так вот пошли долго. И тогда не было такого человека, что вот подскажет. А сейчас... Вы даже не знали, наверное, что вы занимаетесь флиппингом. Да, мы даже не знали. Это вы потом узнали? Конечно, мы потом узнали, что есть такое слово, оказывается, то, что мы чем занимаемся, называется флиппинг. И вот, сейчас мы как раз-таки прошли этот путь и знаем, что многим людям нужно совет, нужно говорить, направлять правильно, как нужно правильно вкладываться. Даже мы к этому и сейчас обучаем людей, чтобы, например, есть люди, которые не то что этим заниматься бизнесом, да, вас смотрит, вас смотрит очень большая аудитория, которые хотят купить даже себе одну квартиру, но не знают, как себе купить квартиру. Я вот часто замечаю, конечно, есть коучи, да, которые учат, нельзя брать ипотеку, нельзя брать долг. Ну, знаете, невозможно накопить деньги, если ты работаешь в найме, который у тебя зарплата, там, 300-400 тысяч макс, да, невозможно накопить 13 миллионов, 15 миллионов за анал купить квартиру. Тебе надо 8 лет собирать тогда деньги, а за 8 лет эта квартира, которая стоила сейчас 15 миллионов, он уже будет 30 миллионов в деньги. Вот, невозможно. А поэтому тогда нам приходит ипотека. А выгодно сегодня брать ипотеку? Очень даже выгодно. Раньше. Да, сейчас же вот, вот по Сыбанке поменялись условия, там у них вот эти 7, 20, 25 закрылись, да? Да. Но есть какие-то выгодные предложения? Конечно, есть очень много. Вообще, наше государство делает очень выгодные условия. Просто люди сами не ищут путь. Они хотят, чтобы государство делало. Ну, поймите правильно, 30 тысяч человек в очереди стоят. Это те люди, у кого нет родителей, маленькие дети остались, им надо квартиры. Есть люди, которые просто, я нарожала 6 детей, дайте мне государство, вы должны мне обязаны. Это неправильная позиция. Нужно самим искать путь. То есть, бесплатно получить консультацию от банка, какие у вас условия, что мне надо делать для этого? Они сами не ищут путь, говорят только дай, 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 а мы в этой позиции не были. Мы даже вот, когда были молодожены, мы же не банкские в сфере работы, мы тоже не знали, какие условия. Мы пошли, бесплатно получили, поняли, что так, для того, чтобы мне получить ипотеку, у меня должен быть как минимум 6 месяцев пенсионных отчислений. То есть, если вы где-то работаете, до этого никакого отчисления вам не делали, обязательно попросить надо у своего руководителя. Пожалуйста, можете мне отправить официальное пенсионное отчисление? Минимум 6 месяцев, 6 месяцев быстро пролетит. Вообще сами не заметите. Даже хоть будет удерживать с вашей зарплаты, вы должны к этому прийти. Делайте, и потом мелкие кредиты лишние закрывать желательно, прежде чем идти на одобрение. Вот телефон мы берем часто, да, обычно. Отребительские, да, кредиты? Да, вот эту технику и так далее. Вот это все закрыто. Это все будет влиять на одобрение вашего кредита. Если даже у вас нет пенсионки, есть очень многие люди, у нас мало-средний бизнес занимается. У каждого второго есть ИП. На ИП нужно делать обороты. Через ИП можно брать очень много, одновременно много, ипотеку можно даже брать. Не обязательно ваша пенсионка есть или нет, можно смотреть на ваши обороты и оформить квартиру. Я говорю, многие люди, есть ИП работает, там где-то есть, да, но они говорят, у меня нет пенсионного отчисления, наверное, мне не дадут. Я говорю, как не дадут? У тебя такая возможность, возможность стоит. Смотрите, наверное, то есть люди не ходят, да, а информация, она на самом деле даже дороже денег, да. Но здесь еще один фактор, который немаловажен. Не каждый готов, как вы и ваш супруг переезжать, да. То есть там, чтобы получить, там, не знаю, прибыль, маржу, или там, чтобы закрыть ипотеку, это получается, там, в течение года каждый месяц переезжать. Это для многих людей нервы, стресс, ругачки, ну и физически даже тяжело. Потому что нет цели. Но здесь, вот здесь не у всех едет рэк, как говорится. У всех нету цели. Надо сначала поставить цель, потом только идти. Для чего ты идешь? Надо временно отказаться от своего комфорта, чтобы достичь цели. Слушайте, такая уютная квартира получилась. Вы прям делали ремонт, как будто, знаете, для себя. Да. Для жизни, да? Да. Вот не для аренды, а для жизни. Вот самое главное сделать так, чтобы сразу человек влюбился. Мы так и делаем, мы используем самые качественные материалы, чтобы я сама могла здесь жить. А вдруг если не продастся, да? Да. Ну, у нас не было, конечно, такого случая, что вообще квартира не продалась. Потому что люди уже ценят, люди уже знают. Чем дороже квартира, тем клиент такой, что он разбирается в этом и хочет, чтобы все было качественно. А какие у вас есть риски? Потому что, ну, в любом бизнесе есть риски. Есть риск, например, не продать эту квартиру и там, скажем, не получить ту маржу, которую вы планировали получить? В первую очередь, это не прогадать с локацией. Это вот самое важное. То есть, когда вы выбираете квартиру, не надо идти туда, где дешево, где самое дешевое, или быть жертвой маркетинга, да? Также, на что нужно еще обращать внимание? Слишком много не вкладываться в ремонт. Также обязательно нужно учитывать своих конкурентов. Например, бывает в одном доме, там 200 квартир, да? Из них 100 квартир продается на продаже. То есть, это очень большая конкуренция. Это тебе мешает зарабатывать. Тебе придется спускать еще, да? Поэтому, когда покупаете квартиру, нужно смотреть, сколько количества квартир однокомнатных. Чем меньше однокомнатных квартир в жилом комплексе, тем меньше конкурентов. Я несколько раз в Астане продавала квартиру. И для меня это всегда такой, знаете, ну какой-то страх, потому что я знаю, что это тяжело. Вообще продать недвижимость, это же большие деньги, это всегда тяжело. Вы выбрали для себя это делом своей жизни. Да. У вас было такое, что вы проигрывали? Не так много, но один, например, кейс был, да, такой случай. Когда мы выбрали квартиру, нам сказали, что техпаспорт, вот-вот, сейчас мы вам ключи даем, и через месяц мы вам даем техпаспорт этого жилого комплекса, да? Мы сказали, окей, примерно в течение месяца мы закончим ремонт, и уже во время продажи у нас будет техпаспорт дома. И так получилось, что они затянули это на 3-4 месяца. То есть каждый раз обещали, завтраками кормили, и из-за этого мы потеряли своих многих клиентов, потому что многие клиенты хотят одну комнату квартиру в ипотеку. А у нас, чтобы оформить ипотеку, обязательно должен быть техпаспорт жилого комплекса. Ты не можешь оформить без техпаспорта. Но его тоже не сразу же дают? Ну, многие состройщики сейчас дают сразу же, сразу с ключами техпаспорта. То есть как только ты покупаешь квартиру, сразу техпаспорт? Да, многие компании. Но некоторые компании, причем крупные, да, они дают почему-то через 3-4 месяца вот так вот тянут. Это невыгодно для перепродажи. То есть у тебя клиент пришел, но ты не можешь продать квартиру. Вот такой вот кейс был, где мы потратили 3-4 месяца, а за это время мы могли сделать 2-3 квартиры еще за эти деньги, да? А есть сезонность в вашем бизнесе, например, условно, летом лучше покупать, а зимой лучше продавать? Сейчас самое популярное, сейчас сезон, потому что когда... Осень вы имеете в виду? Доллары когда-то дорого, сейчас не могут обратно поменять в тенге, это проигрыш, поэтому бывает, что застой. Но, скажем так, такого прям несезонности нету. Всегда квартиры продаются. Бывает, что такой вот пик, либо чуть-чуть он отпустится. Сейчас он, рынок немного, в целом рынок не так, как в прошлом году. Это вот есть. Ну вот в Астане сейчас в среднем сколько стоит квадрат? Квадрат около 400-420 тысяч тенге на комфорт-класс. Цена не менялась, да, по-моему? Да, примерно так же стоит. А если брать и премиум класса, это миллион-миллион пятьсот за квадратный метр. А в Алматы? В Алматы два раза дороже почти квартиры. Почему, кстати? Потому что меньше строится? Потому что земли нет в Алмате, и потом у них строительство совсем другая, не как здесь. Там очень, скажем так, жесткое требование к застройщикам, потому что, учитывая больше монолита, там нужно делать, потому что сейсмостойчивость учитывается, да. Поэтому и цена, себестоимость растет. Примерно однокомнатные квартиры, если в Астане стоят 17 миллионов тенге, в Алмате стоят 28-30 миллионов тенге. Причем такая же квадратура, примерно такой же дом. И аренда у них тоже стоит дороже. Соответственно. Вы занимаетесь коммерческой недвижимостью? Мы сейчас не занимаемся. Мы сейчас выходим на мировой рынок. Это Дубай, сейчас самый популярный. В Турцию не советую сейчас вкладываться, потому что за счет того, что там сейчас часто происходит землетрясение, все инвестора выходят оттуда, собирают свои деньги. Сейчас очень популярна Грузия, то есть там минимальный вход. Сколько? Вот, например, в Грузии, чтобы вы понимали, можно просто показать свой Каспи Голд переводой, да, сколько обратно у тебя поступает. Ты можешь брать ипотеку. Представляете? Там нет такого, что 40 документов нужно собирать. Это хорошая идея для наших банков, да? Да. Зачем так усложнять жизнь? Просто покажи свой Каспи Голд. Вот, но опять-таки тоже так нельзя с этим играть, потому что банк может обанкротиться, да? Также нельзя стоять на одном месте, нужно всегда изучать рынок. И вы сейчас собираетесь покупать за рубежом недвижимость? Да. Где? Сейчас мы выходим на рынок Дубая. Продавать будет в нашем или там? И там, и здесь мы в трех городах будем работать. Просто, чтобы вы понимали, вы не думаете, что я сейчас продаю дубанская недвижимость, да? Там мы за, мы два года вот изучаем, там за два года поменяли очень много агентов. Там в основном люди, риэлторы, тебе варианты такое кидают, где процент большой им, но не думают о тебе, да? Самое главное, ты купил и все, дальше уже сделай, что хочешь. Нет, нужно брать такие объекты, которые хорошо опять-таки выстреливают по цене, если ты хочешь зарабатывать деньги. Вы должны говорить так, я для себя хочу жить, мне не надо. Тогда агент должен найти вам для вас жилье, которым вам будет комфортно. Не тот район, который достраивается, там очень много районов, да, где-то очень далеко от Дубая, там, скажем так, пустыни, да, который лет пять только начнет нормально развиваться. Нет, такие районы уже не надо вам. Но вы уже изучаете этот рынок, да? Мы уже изучаем, да, и мы уже вкладываем. Там флиппинга нет, потому что застройщик уже дает в готовом виде, там только заработаешь на стадии строительства. А, то есть вы на стадии строительства покупаете, на стадии уже сдачи продаете? На стадии сдачи переуступаешь, продаешь. Слушайте, здесь такие высокие двери, здесь сколько? Три метра, что ли? 2,75. О май гад. Такие двери делает только мы на перепродаже. Люди ставят только на свои квартиры, где вот хорошо тратится, да, потому что он стоит очень дорого, и поэтому флиппинги многие не используют. Слушайте, вы потратили на эту квартиру 15 миллионов тиген. Да, и все это входит в сумму. Сколько стоит эта квартира? Эта квартира стоит сейчас 109 миллионов тенге, вот, и в ипотеку, и за наличку можно купить его. Слушайте, и уборная такая красивая, с люстрой, бордовенькая, симпатичная. То есть у вас дизайнеры интерьера, да, тоже работают? Нет, в этой квартире я сама делала дизайн, а вообще у нас в команде есть дизайнер, который делает, любит минимализм, все в современном стиле. А я знаю, что продается, скажем так, вы, например, в магазине знаете же, примерно какие платья продаются? Я точно так же, примерно какой дизайн любит наш народ, так и делаем. Но продать платье за 80 тысяч тенге очень легко. Продать квартиру за 109 миллионов тенге, ну, достаточно непросто, да. Учитывая, что Астана такой город, где, ну, стройка все время, да, идет. То есть очень много строится, там, сколько в прошлом году или позапрошлом году 5 миллионов квадратных метров жилья, да. То есть конкуренция большая, спрос, конечно, есть, но и выбор у людей есть. Вот такой коммерческий вопрос, который, я думаю, интересен многим. Сколько вы процентов зарабатываете? Вот вы говорите, 109 миллионов тенге стоит эта квартира, 15 миллионов вы потратили на ремонт. Ваша маржа. Мы планируем 109 миллионов тенге, да, продажи. Так бывает, что мы скидываем и за 105 продаем, допустим, да. А бывают такие квартиры, примерно мы ориентировались продавать за 27 миллионов, но продаем за 30 миллионов. То есть плюс-минус иногда играет. Ну, сколько примерно, Маша? Процентная ставка годовых, наверное, 60%. Да, но это работа. Это круто. Это черная работа, которую не каждый умеет делать. А вы говорите, что главное, там, не перебрать, да, с ремонтом, то есть много не потратить. Вот ощущение, что в этой квартире вы как будто бы не пожалели средств. Да. Здесь мы сделали так же при продаже, мы полностью делаем хоумстейджинг, то есть такое вот, чтобы уют создавать, да, вроде бы мелочь, но при этом это помогает. Хоумстейджинг, кстати, тоже такое новое слово, да, на нашем рынке. Это когда ты готовишь квартиру к продаже, да. Мы же раньше, когда продавали квартиру, мы вот как живем, там, фотографии, все остается. Так, оказывается, делать нельзя, да? Да, нельзя. Например, когда ты готовишь квартиру на продажу, надо убрать все лишние вещи. Например, есть же многие люди, которые живут в своей квартире и продают, да, выставляют на продажу. Нужно обязательно готовиться, нужно на дневной свет фотографировать, чтобы была светлая квартира. Нужно все убрать, лишние игрушки, коляску где-то, да, на фоне. И надо готовить, потому что фотография, это первые случаи, что продает заранее вашу квартиру, да. Если нравится, клиент приходит. Ну вот эта квартира получилась такой, знаете, когда хочется просто вот прям лечь. Да, с чемоданом прийти, заезжать и жить. Да, 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 то есть ваша задача сделать такой типа а-ля отель, да, чтобы человек захотел остаться здесь. Да, потому что многие люди сейчас в Астане, это у нас дипломатический город, люди очень заняты днем и ночью на работе. Вы тоже, у вас нет времени на базар ходить, самим заниматься этим. То есть очень много таких людей, которые днем и ночью заняты, они ищут такую квартиру, чтобы никто не жил, чтобы была новая, и при этом он мог просто чемоданом зайти сюда. Я думаю, многие, кто сейчас смотрит это интервью, захотели продать свою недвижимость, у кого что, офис, я не знаю, квартира, однокомнатная, двухкомнатная, для того, чтобы заняться флипером. Вот что нужно знать начинающему флиперу? Вначале, конечно, будет тяжело. Я не говорю, что здесь легко, все, будете сразу расслабляться. Нет, вначале любой бизнес требует, он же, любой бизнес, он как ребенок. Когда ребенок рождается, ты же не будешь говорить, так, иди, ходи, быстро разговаривай, ты же будешь ухаживать за ним, два года как минимум, чтобы он сам по себе ел свою еду. Точно так же любой бизнес. Когда вы открываете любой бизнес, вам нужно ухаживать за ним, вкладываться туда. После этого, как вы выстроили, и можно уже наслаждаться дальше, и дальше уже развивать, масштабироваться, скажем так, да, это уже второй этап. Но самое главное – это желание. Потом, во-вторых, необязательно заниматься бизнесом, да, необязательно делать ремонт. Вы можете также зарабатывать тоже в черновом варианте. Ничего не делайте. Делайте свою работу, просто вкладывайте недвижимость. Купил и продал чуть позже. Да, но сдавать в аренду – это не совсем выгодно. Потом нельзя просто… У меня есть в Астане квартира, у меня там в Алмате есть несколько квартир, они пустуют. Нельзя так пустовать. Вы держите столько денег на воздухе. Нельзя так делать. То есть вы должны быть финансово грамотным, чтобы разделить свои деньги. То есть деньги должны делать деньги. Да. Вообще не должно лежать в кармане или в депозите просто деньги. То, что вы храните в депозите, это невыгодно, ребята, чтобы понимали. Почему? Сейчас очень хороший процент. Сколько, Макс? 16% годовых. Вы думаете, это много? Ну, нормально. Годовых. А в год вы инфляцию не учитываете. То есть вы ничего не заработали? Вы даже минусы. Короче, вы предлагаете всем заниматься флиппингом. Ну, не всем. Даже если вы, например, научитесь, как правильно вкладывать деньги, да, есть очень многие люди, которые хотят для своих сыновей, для дочерей купить. Ну, подождите, вот вы говорите в самом начале, вы сказали, что если бы у меня была возможность купить чужой опыт, я бы его купила. Но вот вы сейчас готовы продавать свой опыт? Да. У нас мы делали 6 потоков до этого, но раз в 2 года только делаем. Нет, 2 раза в год мы делаем обучение. Очень редко делаем, делим со своим опытом, потому что это опыт… Оффлайн или онлайн? Оффлайн только, потому что это твердая ниша. Это не болтология, чтобы вы понимали. Это твердая ниша, где ты показываешь. Потому что здесь очень много рисков, чтобы эти риски, ошибки, пробы, которые мы прошли, чтобы наш ученик, скажем так, быстрее показывал свои результаты и при первой же сделке сделали очень хорошую прибыль. Мы к этому учим у себя в обучении, которое вот скоро, кстати, в октябре будет. Кто хочет, пожалуйста, кто хочет быстро заработать деньги, кто хочет правильно вкладывать свои деньги, кто хочет научиться, как можно приобрести выгодную ипотеку даже без первоначального взноса, кто хочет сделать даже, не хочет заниматься флиппингом, но хочет сделать себе крутой ремонт, при этом экономить свои деньги, то, пожалуйста, приходите. Сколько стоит ваш опыт? Мой опыт стоит дорого. Я дорогая женщина. Нет, это такой опыт, который тебе принесет миллионные долларов. Ты один раз купишь, но можешь внедрить это знание всю жизнь. Ну, сколько стоит? Стоит один миллион тенге онлайн, два миллиона тенге офлайн. Это какой период времени? Вот в октябре будет и после этого только будет следующий. Месяц или сколько дней? Если офлайн, то четыре дня. То есть каждый день четыре дня. Если онлайн, то эта платформа открыта. В любое время? В любое время, да. В общем, друзья, если вы заинтересовались флиппингом и вам интересна эта тема, Айзат может вас этому научить. Тема на самом деле очень интересная, но я думаю, что она все-таки подходит для тех людей, которые, знаете, такие мобильные, которые могут очень быстро собрать чемодан, переехать снова в другую квартиру, да, потому что это вот, наверное, должен быть такой легкий человек, да, потому что если человек такой тяжелый, корни пустил, там 30 лет живет в своей квартире. Нет, сейчас на самом деле очень часто переезжают люди. Вот раньше статистика показывала, что за один раз за 15 лет люди переезжали. Сейчас последняя статистика, если читать, три года. Три года. Каждые три года, оказывается, люди часто начали менять свою недвижимость. Вот сколько вы живете? Три года есть? Пять лет. Уже шестой год, но я вот как раз хочу переехать. Вот видите. Да, ну мне нравится, когда ты переезжаешь в новую квартиру, в новый дом, это всегда новая энергия. Знаете, пить чай в свежей красивой квартире всегда приятно. Айзат, я благодарю вас за интервью, очень много интересного узнали. Честно, я не знала, что такое флиппинг, и я думаю, что многие узнали, что такое холмстейджинг. Это такие новые, казалось бы, слова, но на самом деле это такой уже устойчивый бизнес, ну для которого, конечно, нужно иметь характер. Поэтому, Айзат, спасибо вам большое. Айзат